здравствуйте друзья не из-за бэк-ярда не из-за лимончиков которые многим полюбились чисто внешне веду я сегодняшний репортаж а из-за гаторов вот может быть вы помните что у нас отвалились вот эти гаторы водосточные трубы когда был сильный дождь там забило листиками из стала в общем сложно и все это дело отвалилось и к нам вчера пришли я процесс не мог показать но вот результат вы видите свет а может быть и прокомментирует скажи пару слов и единственный который дает лайфтайм воронте на то что эти гаторы не нужно чистить они построены таким образом что за счет натяжения поверхностного натяжения воды так все что попадает сверху на этот гатор она не попадает внутрь эти там закругляет да да а поверхностное натяжение воды смывает его даже маленькие листочки туда не попадают кроме того сами гаторы они значительно водосточные трубы именно не гаторы дар вы но и гаторы тоже в своем внутреннем измерении значительно больше чем сечение больше дать чем предыдущий вот если посмотреть я вижу за трубу которую ходят землю да да она раньше соответствовала по диаметру своему трубе вот водосточный так а теперь получается верхняя труба она значительно шире то есть скажем так в этой трубе не забьет да и они говорят что если когда-либо вообще своей жизни она забьется то не будет и почистить но вот у нас предыдущий дом был огромный там да там в течение в одном этаже было три года и скверфутов тогда это стоило чем 6 половиной тысячи в 2006 году построить вот эти гаторы вот такие такие же были такие же точно да я просто эту компанию знаю давно они даже медискам за счет этого дали сейчас это стоит в два раза дороже и хотя дом намного меньше и в общем тут эти гаторы намного меньше ну цены растут они единственные на рынке кто это делает еще скажи сколько мы в очереди стояние прожить но это очередной нет и не учить это там реперми то они получают там свои заморочки да давай так говори не знаю ты говорила на полусловища так есть очень много компаний которые вроде бы делают крышечки на инфигаторе чтобы листья туда не попадали типа такого фильтра все-таки все речки и ручки всевозможное все не работает а вот это вот единственно то что работа ради подвести сетку сделать сверху то листик точно не попадет на что получается например так идет это стоит у нас было такое у нас было сеткой с листиками листик туда падает и там лежит на этой сетке потом например пошел немножко дождик и не смыл его потому что сетка лежит просто на этом даже если она наклонная его каким-то образом не смыло листику прилипает другой листик это тоже за счет чего получает вот это вот засорение всех этих они сверху лежат пластом и вода течет через край через эти листики не попадаешь по моему в саратоге это было у нас были гаторы с листиками и они все равно были забиты обсаде абсолютно то есть все вот эти скрины ничего вот у соседа кстати вот обычный старый катар именно если не ускорен сверху но вот у него старая вода сточная труба и старые все эти скрины они не работают совершенно потому что получается что в течение лета когда падают какие-то одиночные листочки они прилипают где-то потом дождиком их приминаем они смывают уж они давно уже там лежат и залипли и сверху получается целый кап на этих листьев через вода не проникает и она льется через край то есть в общем друзья когда есть проблема то возникает решение потом другое решение потом третье становится дороже и дороже то есть они облагаются всевозможными лицензиями справками пермитами и так далее и тому подобное они должны быть даже нам это сделать пойти взять пермит на это очень интересно слышишь и они обязаны так сколько на том старый числится он практически новый да у нас все новое но он числится старым и они обязаны провести анализ на асбеста с которого здесь нету по определению нету потому что в старых когда-то давно клали асбест на потолках был да ну да но содержит ли краска какие-то эти самые там ртути но во всяком случае тут этого нету и никто не хочет думать о том что дом перестроены то есть поскольку дом по определению старый по рекордам да то они должны брать это и анализы соответственно это все стоит денег соответственно это все занимает время поэтому ждали где-то месяца полтора я думал что целый это месяц мы в очереди стояли никакой очереди просто они должны получить пермит а это все время хотелось очереди но вот идет и нет может быть у них есть очередь в смысле что просто пока кто-то получит пермит пока да пока это самое что-то такое произойдет но в целом особой очереди никакой нет ладно света вот так и хочется сказать в завершении как трудно жить нет а вот и кстати дождь пошел и вот да все это и проверим ну на таком дожде много не проверить а еще это самое интересное что то как они крепят вот обычные сегаторы они крепились обычными гвоздями да а эти как о там такие вот такой шурупы вот такие дорога они вкручивали вот это то есть если бы они прежние готовы на этих шумах подвесить они бы не упали не может быть не упали а он упал за счет того что вот как раз из забитых листьев и моря не уходил она стала тяжело воды там много было да она просто вырвало это все было ощущение что этот таз перевернулся с водой да я помню звук такой был да ну хорошо друзья в общем так вот пока что не то что закончилась история с гаторами но вот к этому пришла будем надеяться что закончилась